Вот уже год в третьей горбольнице новый главный врач Сосоми Бонни рассказывает мэру о новых методах работы, о проведенном ремонте и показывает новое медицинское оснащение. За последние месяцы различное оборудование здесь приобрели на более чем 17 миллионов рублей, в том числе диагностическая, лабораторная, из нового рентгенаппарат и, главное, дыхательная аппаратура. Проблема больницы в чем была порой? Что тяжелые больные, реанимационные больные. Невозможно было содержать в палатах, потому что просто не было дыхательной аппаратуры. Я сам специальности реаниматолог, вот я решил, что нужно заняться именно сердцем этой больницы, а сердцем является все-таки реанимация. Купили, поставили, работают, довольны. Преобразование в третьей больнице продолжится. Администрация Сочи для этого прикладывает все возможные усилия, отмечают в Управлении здравоохранения. Уже до конца года сюда прибудет ультразвуковой литтотриптер для расщепления камней в почках. Это будет второй в Сочи аппарат. На первых, которые находятся в четвертой городской больнице, выстраивается очередь, поэтому многие горожане за этой услугой едут в Краснодар. Теперь здесь, на месте, в ХОСТе смогут получать эту услугу и эту помощь. Оборудование будет импортное, немецкое. Да, это очень хорошее оборудование, поэтому я думаю, что тоже это все во благо пациента. Заметны ли технические перемены пациентам, а главное, изменился ли в Хостинском стационаре уровень медицинских услуг, мэр Анатолий Пахомов поинтересовался у самих сочинцев. А я очень довольна. Вот наш персонал утречком приходит, в обед приходит. Врачи как услуги, условия? Отличные, нормальные. Ну, отлично, вы зарадуете. Еще один пациент принял участие в инспектировании больницы вместе с главой города. Только сегодня из операционного отделения выписали народного артиста России Мстислава Запашного. Дрессировщик хищных животных признается, лечится он только здесь, в своей районной больнице. Вип-палатой не воспользовался, впрочем, как и возможностью лечиться в Германии, а лежал в больничных покоях на пять койко-мест. Прекрасное отношение. Врачи, медсестер, всех вопросов нет. Вот вчера мне сняли швы уже, вот уже я хожу, уже двигаюсь. Вот операция прошла успешно, врач сказал. Вот большое спасибо врачам. Уже был на операциях, да, несколько раз. Видел хорошие операционные, видел плохие, да. Ну, у нас, будем так говорить, что здесь в Хосте она такая средненькая, старенькая. А врачи, да, руки прекрасные, то есть головы светлые. Звание худшей в городе осталось в прошлом, подытожил визит Анатолий Пахомов. Сегодня в третьей хостинской больнице многое изменилось. Даже палаты теперь с удобствами. Сделано очень много. Ну, первое, мы все видим. Здесь есть лаборатория, здесь хорошее оборудование. Тут есть все для того, чтобы оказать первую медицинскую помощь, такую, скорую помощь. Мне удалось пообщаться с пациентами, даже с учетом того, что они приболели. Тем не менее, говорят, да нет, все хорошо, видно по глазам людей, что они довольны действительно тем, что сейчас происходит в нашей третьей больнице. Поэтому я очень доволен. Доволен преобразованиями и сам коллектив. Тяжелые времена для третьей горбольницы закончились, говорят медики. А вот новость о повышении зарплаты их бесспорно порадовала. На 30% вклад врачей и медсестер вырастет с 1 октября. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Продолжение следует...